Особое мнение на 101FM По вашим ощущениям, вот эта тенденция к росту продолжится? Или все-таки как-то начнут по-серьезному что-то сдерживать, боясь гнева людского? Я не знаю, кто должен бояться гнева людского у нас в стране, собственно говоря. Теперь уже всем без разницы, да? Вот, ну, рост цен вообще, если так мы, насколько мы глобально смотрим, то есть если в короткой перспективе, или мы вообще в целом не любим рост цен. Рост цен, он свойственен той модели экономики, которая у нас на планете существует сейчас в большинстве стран. Поэтому рост всегда будет, просто он меняется иногда в странах, где, скажем так, не случается катаклизмов, не так агрессивно, и люди из зарплаты успевают за этим понемножку, но поспевать. Но в целом рост цен и инфляция это норма для нашей рыночной экономики. То, что у нас происходит, там, не знаю, как ее сейчас назовут, там, спустя 10 лет, галлопирующая инфляция, там, я не знаю, самоубийственная инфляция, я не знаю. Но суть в том, что рост, ведь он идет не волнообразно на все товары, он идет, так сказать, что образно то на один товар, то на другой, потом подтягиваются за ним группы других, там, комплектующих этих товаров и все остальное прочее. Поскольку никаких, я не вижу, особо таких серьезных предпосылок для того, чтобы у нас резко сейчас возобновились все логистические цепочки с остальным миром, и произошло чудо импортозамещения, которое с 2014 года у нас все идет и никак не остановится. Я думаю, что рост будет продолжаться в любом случае. Может, он просто будет не такой уже резкий. При этом зарплаты все сильнее будут не поспевать за ним? Или все-таки сейчас вот выровняться как-то и начнут? Ну, у нас обычно ведь все решается печатанием денег, ну, или выниманием их из кормов, поэтому родятся какие-то масштабные проекты, какие-то стройки. Ну, то есть, вот, низовой уровень зарплаты, скажем так, для того, чтобы люди могли себе обеспечить прожиточный минимум с детьми, наверное, он будет стараться как-то это все в государстве создавать рабочие места, дотации, субсидии, все такое прочее, будут поддерживать. А зарплаты в среднем именно в рыночной экономике, так как, как мы понимаем, именно бизнеса, они расти уже, наверное, быстро точно не будут, потому что откуда брать ресурсы. Но здесь все ведь очень многофакторно, то есть, будут сферы, где будет огромная нехватка кадров или где нужны будут профессиональные кадры, замещать тех, кто уехал. Допустим, та же сфера информационных технологий у нас, вот давайте, как пример из моей деятельности. В марте месяце сначала сайты арбитражных судов перестали работать, просто они перестали работать. Там, видимо, проблемы были с тем, что в марте многие провайдеры иностранные, на которых хостинг осуществлялся, сайтов в том числе и федеральных органов, они отозвали сертификаты безопасности, ну, так называемые сел-сертификаты. Соответственно, все браузеры при открытии этих сайтов выдавали предупреждение, то есть они их не открывали, выдавали предупреждение, что сайт небезопасный. Соответственно, многие люди просто дальше не шли, хотя это можно обойти, а часть сайтов потом перестала просто работать. Соответственно, оказалось, что штат специалистов, которые существуют у федеральных органов власти и судебной системы, его недостаточно для того, чтобы быстро восстановить это все. Поэтому недели две просто не работали сайты. Потом после этого упали сайты судов общей юрисдикции. Ну, они где-то упали на неделю, потому что уже, видимо, схема была какая-то. И, как бы, это говорит о том, что у нас есть определенные провалы, где и в этих сферах, возможно, зарплаты как раз расти будут. И они уже растут. То есть у нас есть там программы субсидирования сферы IT, связанные с тем, что государство предлагает там нулевую ставку налоговую. Тем, кто занимается разработкой программного обеспечения. Сейчас там какие-то выделяются миллиарды на то, чтобы финансировать, соответственно, разработки замещающего программного обеспечения. Ну, в общем, в этой сфере будет рост. В других каких-то сферах в реальной экономике тоже, возможно, этот рост зарплат будет. Но, конечно, он не будет успевать за инфляцией, потому что цифры слишком велики в целом. — А вот если об импортозамещении, раз мы начали, не знаю, есть ощущение, что кто-то, может быть, в деревню поедет, не знаю, что-то производить? — А что в деревне? Ну, как бы, кто не уехал в нее тогда, сейчас, я не знаю, что он там будет делать. То есть это такой миф, по-моему, у нас, городских жителей, что в деревне можно приехать и обеспечить себя всем. Ну, если бы это было так, то, наверное, оттуда бы люди в течение 30 лет последних не уезжали бы. Ну, скажем, 30 лет, которые я помню. Потому что я, насколько знаю, еще там с 60-х годов отток населения из сельской местности, он не прекращался, просто он усиливался в разы во времена перестройки и всего остального. Деревне самообеспечить себя — это миф. Это невозможно в нынешних реалиях, тем более, если это семья. Если это одиночка, какой-то аскет, конечно, он может там сделать какие-то вещи, все для себя сам, но он не может произвести все на свете для себя. Он вынужден обмениваться с городом чем-то, а для того, чтобы обмениваться, надо что-то производить избыточно. То есть мало того, что себя кормить. Я об этом и говорю, я не говорю о том, чтобы кормить себя и держать огород, а о том, чтобы держать какое-то хозяйство. Или все-таки страна у нас еще не на том уровне, чтобы можно было это делать? Да, дело нет. Почему уровень-то тут? Производить можно много чего. Земли у нас достаточно, технологии примерно понятны, что они устаревшие, но они есть. Как что выращивать? Вопрос, что и что будет конкурентоспособно, что нужно-то, собственно говоря. Вот у нас с сырами за эти, сколько там, уже 8 лет, ну что-то получилось у людей, да. Но это совершенно не то же самое, что было когда-то на прилавках, давайте так. И они как бы, ну то, что мы видим, это какие-то проценты от тех людей, которые пытались это сделать. То есть даже уж такой продукт, который, очевидно, всегда востребован, он тоже не зашел до конца, как бы он не стал великим бизнесом для многих людей. Обычно это побочка какая-то, потому что, ну, тут обычные законы рынка. То есть, чтобы это было для тебя прибыльно, это должно быть в производстве либо дешево, либо это должно быть очень масштабно. То есть, никто ничего нового не придумал. Либо это должно быть что-то эксклюзивное настолько, что ты можешь продавать единицу товара за огромные деньги. Я думаю, что, конечно, люди поедут. Нас и ребята, и вот клубнику прекрасно выращивают, там, в нескольких регионах на гидропонике целые, там, ангары. Ну, да, будут такие люди, кто инициативные, кто с руками и с головой. Ну, это будут сотни, тысячи, может, людей, но никак не в масштабах страны, не миллионы. Остальные будут все равно оставаться на своих местах или мигрировать из города в город и искать какое-то место под солнцем. Ну, для кого-то, хотя бы для кого-то, может быть, это будет толчком, да? Будет, будет. Для многих, правда, производство толчок. То есть, у нас, давайте, это было в Акханале с бумагой, которую сами же наши, ну, в массе своей граждане спровоцировали панику. Которая, на самом деле, не была ничем обоснована на тот момент, кроме информационного вброса, что все, все, сушим весла. Финляндия нам не поставляет единственный, там, химикат, без которого бумаги не будет. Бумага-то будет, она просто была бы не белая, допустим. Но даже через, там, условно, три недели все производители бумаги посмотрели по стране и нашли цех в Новосибирске, который был просто законсервирован. Они вложили деньги, расконсервировали, все прекрасно, у нас сейчас этого химиката будет сколько надо. То есть, эта ситуация, естественно, будет толчком, как любой кризис, для развития в одной сфере, для угасания в другой. Но в массе своей ничего хорошего, как бы, я, честно говоря, в этом не вижу. То есть, радоваться и кричать, сейчас мы тут всем это, покажем, как мы можем себя обеспечить всем на свете. Ну, ни одна страна в мире это не может сделать. Поэтому, ну, радости тут немного. Либо мы можем ужаться для того, чтобы есть парильную репу, ну, тогда, в принципе, да. Тогда мы будем всем махать кулаками и говорить, что вы нам не нужны с гордо поднятой головой. Ну, вот, интересно, вчера я ехала с таксистом, и он, значит, ну, что-то тоже по поводу того, что из Кирова надо уезжать и все остальное. Я говорю, слушайте, вот все вот так вот ходят, ноют, что надо уезжать. В итоге не уезжают, но ничего и не делают, потому что, а мы же отсюда уедем, ну, как бы, зачем? Ну, ныть – это вообще наша черта. И моя тоже, в том числе, как русского человека, ментальность, которую я впитывал из общества и из общения с людьми. Мы все любим ныть. Ну, это нормально, наверное, исходя из этого, во-первых. Ну, во-вторых, человек проецирует какое-то свое желание, но оно редко превращается ведь в цель. То есть это просто желание, он его высказывает. Люди, многие уехали, те, у кого даже не было ресурсов, если это желание настолько для человека представляется жизненно важным, он поставит его в приоритете, и он это сделает в любом случае. То есть он даже в ущерб себе это сделает, не подумав ничего, но это вопрос, например, страха. То есть когда было сильно страшно, люди бежали и из страны, и из городов, там, уезжали, чуть ли не землянки себе копали, боясь, например, там, мобилизации. То есть когда страх человека гонит, он не думает. Если человек сидит на месте и, как бы, рассуждает поехать, не поехать, значит, это уже не приоритетная его цель. И, ну, тут у каждого решения уже точно будет свое, у всех разные ресурсы, возможности, обязанности, обременения. То есть кто-то не может бросить своих, например, родных и близких, а кто-то может. Еще ведь вопрос всегда, если ты здесь не смог заработать, почему ты считаешь, что ты заработаешь в другом месте? Нет, это хороший вопрос, но просто, ну, допустим, объективно, конечно, в более развитых регионах работы, как бы, больше на единицу человека. Ну, какая это работа, еще вопрос. То есть если ты не квалифицированный работник, ты всегда работу найдешь, но она всегда будет на грани, все равно зарплата на грани выживания. Если ты квалифицированный какой-то труд предлагаешь, ну, тут можно заранее изучить рынок, может, тебе не в Москву надо и в Питер, а на севере ехать, где твоя специальность востребована. Ну, таксист вообще универсальная, как и сантехник, специальность, можно и в Германии этим работать, даже без языка, что прекрасно подтверждают мигранты из других стран. Ну, мне, кстати, тут тоже один знакомый уехал в Питер, просто вот ездил таксистом здесь, уехал в Питер. Ну, можно даже не выходя из машины, ведь уехать, в принципе, удобно. По поводу вот еще общих настроений, наши коллеги делали опрос о росте цен, сегодня, кстати, в 12 будет программа «Народное мнение». Грустная программа, опять же. Об этом, да, поговорим, можно будет позвонить, высказаться. Кировчане отвечают на театралки, делали коллеги опрос, кировчане отвечают «проживем». Ну, да, где-то начали экономить, да, там тяжеловато, ну, проживем. Вот мы почему такие... А что... Нет, просто хочется услышать, а альтернатива-то у вас, например, лично в голове какая? Ну, то есть, проживем, это один спектр, а какой на другом конце действия, какое, ну, или мнение? Ну, меня смиренность вот эту удивляет. Ну, да, она стала тяжелее, ну, проживем, ну, и не такое проживали. Ну, мы сейчас опять углубляемся в какие-то социоэкономические вопросы на грани философии. Почему русский народ такой лобильный? Ну, все, я, к сожалению, а может и к счастью, не принадлежу никакой великой ветви философии пока. Ну, давайте... Я только молод, но я вам скажу, что этот вопрос занимал умы всех наших мыслителей русских давным-давно. И суть присводилась всегда к тому, что, ну, как мнение, страна большая, все привыкли, что если плохо, если прижимают, можно уйти куда-то подальше. И там как бы построить свой дом, и там завести свое хозяйство. То есть не было необходимости отстаивать последние рубежи все время. До последнего можно было куда-то уходить. То есть это, например, одна из таких причин, которая коренная, старая. С другой стороны, то есть, ну, а какой... Вот один единственный человек, он когда думает о каких-то действиях, какие он может произвести, когда ему что-то не нравится. Там, ну, возьмем просто бытовую ситуацию, для примера. То есть вот у него случился какой-то кризис. Там, что он может сделать? Силовое решение какое-то, договориться, или вот, ну, из фокуса внимания убрать эту проблему своего. Просто не замечать ее. Ну, примерно три варианта основных. Когда он один сам за себя принимает решение, например, о силовом методе, он воздействует на какого-нибудь нехорошего для себя человека, он соотносит силы свои, правильно? Вот в простую ситуацию, про которую мы сейчас говорим, когда люди так отвечают, они каждый для себя понимают, что они ничего не могут сделать физически. Поэтому они не могут не договориться, потому что разрыв между у нас обществом, как бы государством, там просто нет никаких практических взаимосвязей вертикальных, прямых, которые бы могли транслировать мнение объективное и в массе. Хотя говорят, что собирают тайную эту статистику. Ну, там, в Москве собирают, и как бы, ну, просто для себя, чтобы знать, что творится. Так это нужно, да, это нужно. Вот. Соответственно, человек понимает, да, говорится, я не могу, коллектива как такового нет, который меня поддержит. В всяком случае, я его не знаю. И плюсом я еще знаю, что если собираться больше, чем потро, это нас как бы сразу будет принимать. Ну, и, соответственно, вот эта позиция-то, она не потому, что человек вот изначально такой вот весь терпилец. Он вполне себе может обоснованно объяснить, почему он эту позицию занимает. Она последняя. Потому что если он все время будет жить во фрустации, то есть он все время будет бегать с выпученными глазами и кричать, что я ненавижу то, ненавижу все, и он тогда не сможет жить жизнью. Он не сможет работать, не сможет детей воспитывать. Он ничего не сможет делать, потому что он будет постоянно в этом стрессе жить. Поэтому у него вот такая защитная реакция, что как бы, ну и ладно. И мы как бы тут сами внизу разберемся. Если еще вот говорить о том, что на второй-то, да, стороне, вот вы говорите о том, что статистику там где-то собирают. Когда люди отвечают, ну да ничего, ну да проживем. Ну какое может сложиться впечатление? Такое и складывается. А значит, жили-то не так уж и плохо и практически не заметили, да, что стало хуже. Ну в этой мысли тоже есть логика, потому что экономисты, большинство говорит об этом в таком же ключе, что когда ты живешь немного, чуть-чуть выше прожиточного минимума, ну то есть ты не просто там выживаешь, а можешь там себе позволить элементарные для большинства людей в мире вещи в виде обновления одежды, еще чего-то, то когда тебе приходится эту одежду не раз в два месяца покупать, а раз в четыре месяца, ты этого не замечаешь. Когда ты живешь уровнем там среднего, там западного или в развитых, восточных стран, неважно, там тоже у многих стран хорошо, и тебя резко вот уронят в позицию выживания, ты можешь взорваться. А когда ты на протяжении длинного периода времени, в том числе наблюдая за окружающим, видишь, что в среднем все как бы живут одинаково, более-менее там, да, кому-то что-то повезло, кто-то купил машину дорогую, ну и все, один раз в жизни может быть. Ты не чувствуешь такого взрыва эмоционального, когда тебя вместо там, там, этой колбасы ты будешь есть похуже. Это как бы не влияет уже сильно на твое мироощущение. Ты себя чувствовал всегда вот на одном уровне. Ну сейчас похуже, но не критично. А вот когда ты был чуть выше, и тебя резко уронили до прожиточного минимума, как в Шанхае, например, у людей сейчас беда, да, когда они там купить еду не могут. Вот это да, вот это социальный взрыв может быть. У нас как бы все, почему Советский Союз, опять же так уж вернемся в эту тему, все так тепло вспоминают, что люди были добрее в плане друг другу там, да. Ну потому что все миллионы людей, за исключением там отдельных цеховиков в конце 80-х, верхушки, политбюро и еще каких-то людей, имеющих возможность там, да, прикоснуться к изыскам, все жили одинаково, плюс-минус. И поэтому все друг к другу относились немного ровнее, потому что ты такой же, как и я. Ну как бы завистью вот этой всей она была, но не было такого разрыва в массах, как там, допустим, сейчас существует. Поэтому закольцовывая этот вопрос, почему люди так отвечают, я считаю, тут две причины. Первая – это сила привычки к трудным жизненным условиям и привычка выживать на низах, то есть не решать свои вопросы через коллективное мнение. Привычка вот выжить своим узким кругом, своей семьей и этим удовлетвориться полностью, что я смог. И не идти дальше, не решать вопросы двора, не решать вопросы города, потому что инертность, она вбита уже поколениями. Все. Вот. И второй момент – это то, что человек не объективно для себя, как для единицы, не видит других путей решения, которые бы не привели его к катастрофическим последствиям для себя лично. Вот две причины, я считаю, почему так отвечают. Ну, у нас не так давно здесь была открыта служба социологических исследований, тоже вот выходили ребята на улицы, и по итогам выяснилось, что те, кто жил небогато, ну, так скажем, бедно, они стали еще беднее, и они это вот прям резко ощутили. Те, кто жил более-менее средне и богато, даже не поняли пока еще, что что-то вообще происходит. Вы, вот, Андрей, на себе почувствовали, начали экономить на чем-то? Я думаю, что бедные и богатые почувствовали, когда, если мы там, условно говоря, даже возьмем элементарные эти маркеры, по которым люди в основном меряют рост цен, это продукты и машины, и квартиры, я не думаю, что даже богатые не ощутили. Ну, это надо будет сверхбогатым, то есть капитал имеет свыше 100 миллионов рублей хотя бы, чтобы не замечать, сколько стоит там. Позволить себе любую машину теперь. Да, но они, тем не менее, ценник-то они тоже видят, который вырос в два раза. То есть там, и с продуктами то же самое. Понятно, люди, которые не ходят в магазин, им все равно, сколько вчера стоило и что. Они как бы бюджет увеличили там какой-то и забыли про него. Что вот, ну, там, вчера меня просил, там, тот, кто покупает за него продукт, там, жена там или, не знаю, водитель, 20 тысяч рублей на неделю, а сегодня он у меня 40 просит, ну, видимо, столько стоит, он отдаст и забудет. Тот, кто ходит, покупает еще, тем более, у него бюджет там был, там, на семью, на каждого человека в месяц, там, 20 тысяч рублей. То есть у него там вот трое человек, ему 60 в месяц надо заработать, такой, чтобы поесть и заплатить за все коммуналки. И он приходит в магазин и там помидоры по 300 рублей. Я не думаю, что они не заметили, все заметили. Так что... Что интересно, вот Андрей Несвятаев, это руководитель группы компании культуры и гостеприимства у нас в эфире, сказал, что не отмечают снижение потока посетителей в кафе и в ресторанах в своей сети. То есть, получается, даже на кафе и ресторанах люди еще... А можно мне уточнить, я просто не знаком с этим достопочтенным гражданином нашего города. Это какие заведения? Сушилка, слугуни, дача, их там много еще, куркума и так далее. Ну, смотрите, во-первых, кафе и рестораны – это вещи неповседневного спроса. В них человек... Вообще, это еда, да, скажем так. Это еда, это то, от чего человек откажется в последнюю очередь в виде как бы редкого удовольствия. Потому что, ну, что еще можно сделать? Путешествия дорого, выезд даже в другой город человеку недоступен. Да, то есть... Это последнее удовольствие, которое можно вот быстро... Мы начали оставлять там то, что не потратили в другом месте, да? То, что не потратили в кино, потому что посмотреть стало почти нечего. Это последние, так скажем, доступные в нашем городе элементарные вещи. Потому что у нас в больших там центров развлечений каких-то, они там существуют, туда-сюда какие-то там, там, Динки парк, там, где-то в приторговых центрах, но они не настолько развитые в плане того, что там нету спортивной составляющей для взрослых, например, как во многих городах, где бы люди могли, не имея экипировки, приходить, получать ее и, там, допустим, в закрытом помещении кататься, как на горнолыжном спуске, например. А не сидеть, не ждать, пока у тебя ребенок на батуте напрыгает. То есть развлечений-то как бы их практически нет. И еда это одно из последних, соответственно, поэтому поток, он не уменьшается. И я думаю, что он вряд ли уменьшится, поскольку часть заведений-то закрывается. Я почему и спросил. То есть, допустим, у нас конюшня закрылась на обслуживание постоянно, а там большой поток посетителей был. Если они летом не откроют, допустим, террасу, вдруг не заработают, то, соответственно, весь этот поток людей, кто любил летом посидеть там, он пойдет куда-то в другое место. Все равно он пойдет, потому что летом хочется отдохнуть всем. И потратить последние деньги, ну, потратить. Это как бы тоже там исследование, немало исследований по поводу там все это желание человека и потребности, то вот желание, скажем так, гульнуть на последние, оно всем свойственно. Не народам и возрастам, поэтому я думаю, что с кафе будет все нормально, если у нас снова ничего не закроют. Но поскольку мы победили коронавирус, слава богу, да, то, значит, все будет хорошо. Вообще, говорят, новая волна идет. Ну, посмотрим. По поводу экономии еще хочу продолжить. Допустим, там, заметили вы, да, как говорите, когда ходите в магазин, рост цен, а на работе на чем-то приходится вам экономить? Не знаю, может быть, документы на черновиках пришлось печатать, может, еще что-то. Может быть, какие-то коллеги знакомые вам рассказывают о своих, не знаю, методах экономии. Допустим, те же кафе, они стали меню попроще печатать, без картинок. Не знаю, вообще некоторые на планшеты переходят. Вот, может быть, у вас есть какие-то примеры такой экономии? Ну, среди коллег своих пока не слыхал, может, мало кто любит жаловаться. У нас ведь, смотрите, адвокатское сообщество достаточно, люди все в большой своей массе, с большим чувством собственной важности, поэтому перед другим адвокатом, если он тебе не друг, близкий, кто-то жаловаться на свои беды не будет. Это слабость показать. Это неприятно. Может быть, встречали в жизни. Стая не поймет. У себя на работе, в коллеге нашей вообще, в принципе, затраты не такие большие, на самом деле. Я могу просто скажу, что я еще года три назад начал на электронные документы оборот переходить, то есть для этого я там покупаю, допустим, те же самые цифровые подписи там усиленные, да, и благодаря этому у меня бумажные документы оборот, ну, практически, наверное, от того, что было четыре года назад, он уменьшился на процентов на восемьдесят точно. То есть я бумагу экономлю очень хорошо. Ну и жаловаться вы не будете. Да, но я не потому, что вот сегодня это случилось, а просто было заранее. Если бы это настигла меня история сейчас, а я бы очень любил бы печатать на бумаге, рассылать или писать вручную, наверное, я бы это почувствовал, я сократил бы расходы, но меня, к счастью, уже не было. То есть мне норм. А в жизни где-то не сталкивались с такими... С экономией? С экономией других, может быть, бизнесмена? Ну, пока нет, на нас экономят. То есть на адвокатах, на юристах, как на сфере услуг, по сути дела, конечно, сейчас экономят в любом случае. Это мы почувствовали. То есть это вопрос заработка у нас. Он упал и у многих упадет. Но благодаря тому, что ушли в иностранные юридические фирмы, так называемые Ильфы, и, соответственно, они, по сути дела, многие бросили клиентов здесь, в России, в принципе, не работают с ними. Высходилась определенная часть, соответственно, клиентуры, которую сейчас заберут наши юридические лица, большие юридические фирмы российские. Ну и, соответственно, что-то как бы этот вот оборот клиентов, он пройдет, и, соответственно, где-то и на нас, как на небольших коллегиях, тоже это осядет. Но в целом бизнес сейчас экономит и будет экономить на юридических услугах, в всяком случае, в плане превентивных мер. То есть раньше они могли потратить деньги для того, чтобы нанять, допустим, специалистов, оценить риски своего бизнеса. Сейчас они этого делать не будут, потому что многие переходят в режим одного дня, что, конечно, на самом деле делать нельзя, поскольку если они будут мыслить короткими промежутками времени, для бизнеса это чаще всего губительно, как и, в принципе, для человека. Потому что как только человек переходит в режим выживания, это пример людей, кто попадает в трудную жизненную ситуацию, оказывается на улице, допустим, по какой-то причине, оттуда выбраться невозможно практически. Это воронка, которая уходит вниз, из нее, ну, как бы пример есть такой шарик, физический эксперимент. Если его крутить на дне, чтобы его выкинуть повыше, его надо крутить энергичнее. То есть человеку, чтобы оттуда выбраться, надо тратить больше энергии, чем раньше, а у него ее нет. Ну и, соответственно, и в бизнесе то же самое. Поэтому все-таки я бы не советовал сейчас в этот режим уходить. Можно лучше договариваться с специалистами о снижении стоимости, о рассрочках и всем прочим, но не прекращать работу с ними, потому что сейчас риски для бизнеса, они только растут. И если все наладится в плане, допустим, продаж, то можно очень сильно пострадать, оказавшись лицом к лицу с какой-то проблемой, которая возникла три месяца назад, потому что вы там сократили штат, допустим, юристов или прекратили пользоваться услугами сторонних наемных работников. Поэтому я бы не стал впадать в панику, потому что никакой пользы от этого нет, и не стал бы мыслить короткими горизонтами планирования, все-таки как бы сделать бы стратегию из двух моментов. То есть что нам нужно сделать там неделя-две, и все-таки хотя бы годом думать. Хотя бы годом. У нас еще есть две минутки до рекламы. Я вспоминаю, мы с вами раньше разговаривали о том, как поменялись дела, вот когда началась эта эпоха пандемии, что приходилось рассматривать чаще, что, может быть, на второй план ушло. А сейчас как-то поменялся вот этот список дел? Ну, если статистика считает, не поменялся. То есть в процентном отношении резко чего-то не выросло по сравнению с другим, но появляются какие-то запросы интересные. То есть ко мне приходили уже люди с вопросами о легализации криптовалютных своих доходов. Приходили, естественно, люди с вопросами банкротства. То есть, понятно, они сейчас в кризис, в любой запросы увеличиваются, как у физических лиц, так и у бизнеса. А дел, касающихся, например, специфичных административных составов, которые касаются выступлений людей где-то на улице, в Кирове их практически нет, поэтому здесь у нас пока ничего не изменилось. Сходим на рекламу сейчас и продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. В гостях у нас адвокат Андрей Богданов. Андрей, начали мы с вами говорить о делах, которые сейчас, может быть, актуальнее, чем остальные стали. Ну вот помните, когда была пандемия, там были дела, связанные с тем, что люди пошли за возвратом денег за концерты, за возвратом денег за турпутевки. Сейчас вот это вот как-то все уже наладилось, и все-таки вот, не знаю, зачем идут сейчас? Да, в практику углубимся нашу сегодняшнего дня, то тут есть о чем рассказать в другой плоскости. Что касается возвратов, сейчас их уже, в всяком случае, через нас не проходит. Через нас и тогда проходило их мало, потому что это все-таки не наш специалитет, массовые споры потребительские. Мы как практику их осмотрели, несколько дел провели, в том числе коллеги своими помогли с возвратом. Удалось возвратить? Да, да, только через вторую инстанцию пришлось проходить, там определенную ошибку допущена была, штраф был не в полном объеме взыскан судом первой инстанции, но Кировский областной суд доблестно поправил решение, и, соответственно, все удалось, да. Вот, но я думаю, что их сейчас, они как бы продолжаются, потому что сейчас вопрос отмены рейсов, он так и стоит только в другой плоскости, то есть у нас в России рейсы определенные, да, отменялась куча, соответственно, из-за рубежа тоже вопросы сейчас людей, которые еще в феврале, в марте, в апреле, да, что-то планировали, соответственно, у них сейчас ничего не получится, и это будет возвратить. То есть эти дела, они есть, это большой объем, просто мы их как бы не ведем в массовом порядке, поэтому тема не наша. Но что касается, допустим, если замкнуть, так скажем, ваш вопрос про заработок, да, доходы людей, как они поступают в кризисной обстановке, и нашу практику, то вот свежий у нас, скажем так, тренд будет, наверное, на ближайшие месяцы какой? У нас, значит, достопочтимые полицейские из Дружественной Республики, а ныне, может, и не Дружественной Германии, недавно, в марте, значит, нашли и, собственно говоря, конфисковали серверы самого крупного интернет, так скажем, магазина Гидры. Даже это не магазин, площадки, да, Гидра. Соответственно, эта площадка, она была уже, наверное, она работает лет 10, у них там была очень мощная война с бывшим лидером этого рынка Silk Road, ну, Млечный Путь был такой тоже сайт, который торговал по всему миру наркотиками. Вот, они их победили, соответственно, заняли эту нишу полностью, и они были как маркет, вот, типа Валбереса, только для наркотиков и вообще всего, что нелегальное. То есть они полностью предоставляли площадку готовую, куда человек мог зайти, ну, естественно, там, через стор, там, через браузер, понятно. Мы сейчас тут ничего не рекламируем. Если, да, да, ну, это просто было прошлое, да. И, соответственно, он просто, как ему давали полностью готовый магазин, пустой, ну, то есть как программное обеспечение, да, готовое, он мог его наполнить каким-то товаром, соответственно, там была автоматизирована система оплаты, продуманная очень, как бы, внутренняя политика, там, с правилами, с модераторами, с спорами, то есть вот как вот вы на Алиэкспресс что-то заказали, пришло не то, вы открываете спорт, там то же самое все было. То есть это огромный был теневой маркетплейс. Вот, значит, наши... Его прикрыли, да? Да, его прикрыли, соответственно, у нас огромное количество, просто не представляю, наверное, миллионы людей там зарабатывали деньги тем или иным способом. Сейчас они лишились этой работы. Это первый момент. Второй момент. Но все эти люди ведь должны еще ответить за это. Ну, насчет ответить, это у меня большие сомнения, потому что сервера забрали, но никакую информацию нам не выдадут, я думаю, в российские спецслужбы, скажем так. Но это не в этом дело. Соответственно, эти люди должны где-то дальше зарабатывать деньги. Они привыкли зарабатывать незаконным путем. И легко, да. Да, и, соответственно, сейчас будут расти другие способы доставки, приобретения наркотических, например, средств. И люди многие, как раз вот, опять же, вот сейчас я одно дело просто расскажу, коротенько, в нем собрались все ваши вопросы. То есть, поедут ли люди в деревню? Вот они поедут. Поедут, потому что можно в деревне, в глухой, в Кириллской, например, выращивать наркотико-содержащие некоторые растения. Да, причем для этого, в принципе, можно оборудование собрать. Вот клубнику люди выращивают, а просто другое посеешь. Ну, соберешь то же самое оборудование, посеешь другое, вырастет другое. Вот буквально у нас сейчас есть в производстве правоохранительных органов дело. И мы с коллегами ведем... Дело умельцев-ботаников? Я не знаю, как там уже их окрестили. Но, в общем, суть в том, что один из самых крупных организованных в Кировской области плантаций, значит, определенного растения, которое у нас на территории Российской Федерации никак не легализуют. В общем, вот интересный способ. Во-первых, заработка. Во-вторых, масштаб. В-третьих, скажем так, определенная в этом дерзость у людей тоже была. И я думаю, что вот они не последние. Потому что... Ну, мы ничего не пропагандируем, потому что за все все ответят. Нет, мы говорим, что это будет. И как бы, а чтобы этого не было, как раз задача-то государства в том, чтобы не толкать людей на поиски заработка преступным путем. Потому что, давайте так, например, бандитствующие группировки и разбойники на территории России там в дремучих лесах и бандиты, которые спускались в свое время с гор, они всегда появлялись тогда, когда был либо голод, неурожай, либо войны, когда экономика проседала. То есть у людей не хватало денег обеспечить своих детей. Они были готовы на все. Они шли на преступления. Чтобы этого не допустить, надо этим вопросом заниматься сейчас. А не сажать людей. И потом, когда они это все насовершают. Вот это наше мнение, скажем, сообщества наших людей, которые видят, как страдают семьи. Потому что для системы зачастую жизнь человека, она там где-то остается далеко. То есть его задержали, все, машина заработала. Это правильно, с одной стороны, когда человек виновен. Что тоже не всегда еще бывает. Но при этом, даже если он виновен, за ним огромное количество людей, которые страдают от того, что его могут посадить и посадят, допустим. Это жена, дети, мама, кто ему близок. Об этом никто не думает. И никакие программы, которые у нас все эти пропагандировались о реабилитации людей, кто побывал в местах решения свободы, они, к сожалению, не работают. Поэтому для меня больше страх на предыдущие, это не, даже не столько вот эти вопросы денежные, потому что я не думаю, что они сильно превратятся в какие-то кризисы, как в 90-м году. А вот вопрос марганализации некоторых слоев общества и, соответственно, появление агрессивного какого-то поведения и рост преступности, он для меня выглядит очень реальным, тем более в ближайшей перспективе. И в нашем регионе, который экономически очень беден, и никто не хочет им заниматься, ну, в плане руководства, чтобы это было системно и надолго, я не думаю, что нас вот это обойдет. У нас, наверное, это появится. Осталось у нас еще пять минуток. Давайте попробуем еще два вопроса успеть. Вот начали вы уже говорить по поводу перелетов, отмены рейсов и так далее, но лето впереди, у нас закрыто большинство южных аэропортов. Как думаете, скажется это как-то, не знаю, на желание людей отдохнуть или на входные пути найдут? Нет. Никогда не сказывалось, я думаю, и сейчас не скажется. Найдут, приедут, пешком придут, запустят новые поезда РЖД с удовольствием, я думаю, и люди приедут. Ну, понятно, им просто будет тяжелее намного, я не знаю, как люди из Сибири, ну, из Сибири тоже ведь можно прилететь в европейскую часть России, а потом добираться на чем-то. Поездами поедут, автобусами, я думаю, не повлияет. Чуть-чуть уменьшится, но не намного, потому что больше некуда. На ваше бы желание тоже это не повлияло? А я не езжу на юг, на наш давно. Я был в Крыму, все, теперь меня не пустят никуда, европейские страны. Я был в Крыму пару раз, и мне там прекрасно, очень понравилась земля, историческая земля, прекрасно, без всяких там, если политических, даже оговорок, это отличное место, чтобы побывать. Но на наш юг я давно не езжу, именно имеется в виду, где Сочи, и вот это все. Поэтому на мои планы повлияло не сильно. Я по России, наверное, буду путешествовать в другие регионы просто. Ну, в Карелию можно съездить, прекрасное место. Туда даже и самолетом не надо. Поэтому вообще у нас вопрос, кстати, внутреннего туризма, он как-то буксует. То есть иногда, вот я слышал тоже, когда передачи на Эхо были, многие выступали там, специалисты, и в том числе из правительства, и говорили, сейчас мы поднимем внутренний туризм, но дальше уровня сделать избушку на курьих ножках и посадить туда Баба-Ягу и как-то не заходит ничего. Хотя даже, допустим, у нас в Кировской области природных мест, куда можно свозить людей и чем-то удивить их, ну, хотя бы, как минимум, три я на вскидку придумаю сам. Вот. У нас в регионе вы имеете? Ну да, да. А вот скажите. Ну, допустим, давайте так, сделать сплавы по рекам Кировской области, это будет прекрасный тур, двухдневный, однодневный, трехдневный. Мимо советских, в советском районе у нас там скалы, да, выступают, красиво смотрится. Здесь остановку сделали, дальше поплыли там по реке, можно, не знаю, там, в арку людей свозить, где у нас песчаные пляжи красивейшие тоже. У нас и озера есть. То есть, ну, это вопрос логистики, он, я уверен, что решаемый. Весь вопрос это все поднять, как говорится, организовать и людям поднести готовым, что люди сами, большинство не будет организовывать это все своими силами. Очень мало людей, кому это нужно. А вот когда это готовый пакет, из соседних регионов приедут, почему нет? У них, они свои достопримечательности посмотрели, им надо на выходные куда-то съездить, почему бы не в Киров? С дорогами у нас сейчас более-менее направление. Ну, вот может быть сейчас, да, закрытие там границ на это повлияет, но раньше-то всегда люди думали о том, что, ну, зачем мне тратить вот такие деньги на то, чтобы поехать в Киров, если я могу примерно на эти же съездить куда-нибудь. Ну, согласен, опять же, я говорю, это вопрос ведь всегда того, чтобы люди подходили к экономическому стороне вопроса с умом. Удешевить внутренний туризм, я уверен, что можно. Весь вопрос в том, что он не окупается из-за того, что он не рекламируется. Соответственно, поток людей маленький, ну, и следовательно, выхлоп там никакой, ну, и понятно, что он не жизнеспособный. Я не вижу примеры, когда, я не знаю, там, ну, давайте, в Костромской области есть один-единственный деревянный дом, какой-то там, купца, такой красивый, постоянные фотки в интернете постят. Они просто вот на этом одной деревне сделали туристический маршрут, и он как бы известен в России. Можно это сделать. Я вообще всех призываю, что давайте не будем умывать, паниковать, не надо в настроение самоубийственное, впадать, что проживем сегодня день, а завтра пусть гори все огнем. Надо брать с низов, как говорится, свои руки, как минимум, жизнь вокруг. И я каждый раз призываю, давайте вместе объединяться для хороших дел, хотя бы в рамках своего двора. Слушайте, я хотела еще поговорить о губернаторских сроках. Давайте, завершим на губернаторских сроках. Ну давайте, очень коротко, у нас осталась минута, поэтому прям очень коротко. Губернатор теперь может быть в власти бессрочно, принято решение УЗС. Вот хорошо это или плохо, и еще сразу 168 миллионов на выборы губернатора в этом году будут выделять. А зачем, если он бессрочный? Нет, бессрочная власть это плохо, мое мнение однозначное. Она должна сменяться, она должна быть выборной, иначе она не работает на благо всего населения, это проверено историей и нашей страной. А 168 миллионов, я думаю, что при таком положении дел, как сейчас, надо потратить на другое, на благоустройство города, потому что губернатора никто выбирать не будет. Отказаться от выборов вы имеете в виду? Отказаться от пропаганды на выборах, потому что от нее никакой пользы ни в плюс, ни в минус не будет. А потратить на организацию выборов немножко, а остальное все на благоустройство города. Но выборы оставляем. Сделаем обрак засора этим местным притяжением. Андрей, спасибо вам большое за разговор. Спасибо, Мария. Доброго дня. Всем доброго дня. До свидания. Особое мнение на 101FM